Международный центр сакской культуры откроется в Алматы. Он станет одним из ключевых объектов привлечения туристов. Планы по возведению новых достопримечательностей уже презентовали общественным деятелям и Акиму мегаполиса. По словам Боржана Байбек, таким образом в Алматы продолжается реализация задач, поставленных президентом в статье «7 грани Великой Степи». Алматы – колыбель независимости. О нашем мегаполисе за годы независимости узнали далеко за пределами республики. Мы продолжим реализацию задач, обозначенных в статье президента «7 грани Великой Степи». Молодежи необходимо создавать условия для развития, чтобы подрастающее поколение перенимало опыт великих писателей и ученых. Подобные встречи мы уже проводим в обновленной библиотеке имени Жамбыла. Музей под открытым небом расположится на территории Баралдайских и Сахских курганов. Еще один важнейший объект – национальный этнокультурный музей. Его возведут в рамках реконструкции мавзолея Раимбек-Батыра. Ежегодно Мазар посещает около 300 тысяч человек. После ремонта число паломников увеличится до 500 тысяч, прогнозируют специалисты. Также у нас построят мечеть площадью около 600 квадратных метров, а современный этноленд появится на территории казахфильма. Общественные деятели отмечают, что все представленные проекты направлены на популяризацию национальных традиций, указанных в статье президента «Семь грани Великой степи». Рад, что городской акимат предоставил нам такие проекты, которые касаются именно культурного туризма. И спортивного, конечно, и культурного туризма. Потому что у нас, если мы говорим о «Семи грани Великой степи», о статье президента, то там именно сказано, что мы – родина всаднической культуры, мы – родина звериного изделия, мы – родина тюльпанов и яблок. И мы можем эти вещи, эти, скажем так, архетипы, эти бренды оформить. Президент говорит, когда посмотрите, глубокие корни у нас, так, 550 лет – это история казахстанца. А сам язык, если язык существовал, все эти племена, саки, массагеты, скажем так, бунны, автолития и так далее, те, кто приходил на нашу землю, они, может, обогащали, они составили часть нашего казахского народа. Поэтому сегодня статья позволяет пересмыслить нашу богатую историю, сложить все полученные сейчас данные.